Доброго дня всем патриотам Украины, а также прихильникам здорового глузду. Операция с кодовым названием «Рокировка З» или «Кто лучше? Кучма» или «Кравчук». Как всегда напоминаю, что поставить лайк, подписаться и включить колокольчик жизненно важно для развития канала. Также рекомендую вам посмотреть канал моего коллеги Маэстро Толкс, подписаться, прокомментировать и поставить лайк. Вместе мы сила! Добрый день! Хотелось бы в этот ясный теплый летний день поговорить о погоде, об отдыхе, а придется говорить о совершенно других вещах. Ну что же, приплыли. Перемирие при 111 нарушениях со стороны российских капуантов, в том числе 21 взрыв. За один день миссии ОБСЕ обнаружены 22 единицы вооружения, которые должны быть отведены. И это в тот момент, когда у наших воинов забирают даже пулеметы. Вопрос до пресс-службы ООС. Вам запретили говорить правду или вы сознательно лжете? А фраза в конце поста на официальной странице в фейсбуке вообще меня убила. Цитирую. «Договоренности о прекращении огня в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих не запрещают украинским военным открывать огонь в ответ». Курва, чем отвечать? Вы этого добивались, господин препиздент? Кстати, какого лешего над линией разграничения летал беспилотный летательный аппарат? И он не был, собственно, ни ОБСЕ, ни ЗСУ. Ведь БПЛА, ЗСУ опечатаны и над каждым стоит контролер. Спрашивается резонный вопрос, почему его не сбили? По нашим беспилотникам был приказ сбивать. Это либо полный ПСЕ с некомпетентностью со стороны Генштаба, либо госизмена. Лютый трэш. Продолжим. Кучма ушел с поста полномочного представителя в ТКГ. Видимо, не хочет мараться в наступающей вахганалии идиотизма. Кучму недаром называют хитрым лисом. Владимир Александрович, может, тогда сразу Федоровича позовете? Чего мелочиться? Не, ну правда. Чего дурочку-то валять, а? А, понял. Профессора назначат главой над контролерами ЗСУ? Он как раз недалеко, в Ростове. Я не являюсь поклонником Кучмы, но то хотя бы хватило яиц при первой явной попытке Кремля захватить полуостров. Поставить ультиматум РФИ. Еще один метр в сторону Тузлы, и я разнесу вашу дамбу ракетными ударами. Так нет, давайте теперь вместо него поставим страдающего старческой деменцией полуватного красного директора. Того человека, который имеет дружеские отношения с Медведчуком. И хочу напомнить, именно Кравчук полностью сдал весь ядерный потенциал Украины. Ведь будь у Украины хотя бы 2-3 ядерные ракеты, хрен бы ВВХ даже подумал начинать агрессию против Украины. И вот его хотят поставить руководителем контактной группы в Минске. А если даже и не поставят, все равно его назначат советником в ТКГ. Трэш и бред. Как всегда в конце ролика, думайте, анализируйте. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok